Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина покончил с собой в тюремной камере в Лейпциге. Об этом сообщают власти Саксонии. Напомним, 22-летнего беженца задержали в понедельник по подозрению в планировании крупного теракта, подобного атакам в Брюсселе и Париже. Во время обыска его квартиры в Хемнице обнаружили полтора килограмма взрывчатки и, по данным следствия, он пытался найти в интернете инструкцию по изготовлению бомбы. Власти Германии подозревают его связи с ИГИЛ. Самому мужчине во время рейда удалось скрыться, но через два дня его сдали полиции соотечественники. В камере предварительного заключения террорист повесился. Как ему это удалось, пока не ясно. Ранее он объявил голодовку и был подкрылосуточным наблюдением. Мужчина прибыл в Германию в прошлом году и официально получил статус беженца. Пять с половиной миллионов украинских семей оформили или переоформили субсидию. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. В последние недели сохраняется тенденция к увеличению числа обращений. Только на прошлой неделе было более 82 тысяч. Розенко сказал, ожидаемое количество семей, которые обратятся за получением помощи государства в оттопительный период, составит 8,5-9 миллионов. Непогода оставила без электричества 276 населенных пунктов в 11 областях Украины. Об этом сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Больше всего отключений в Одесской области 151, 53 в Николаевской, 20 в Хмельницкой, 12 в Херсонской, 10 в Винницкой. Меньше в нескольких других регионах. Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение. Тем временем циклон, бушевавший накануне в Одессе, обрушился на Запорожье. Жители области просят быть осторожными, по возможности не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили на дорогах. К Бермудским островам вслед за мощнейшим ураганом Мэтью приближается другой – Николь. Он образовался над Карибским морем и уже усилился до опасной четвертой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. Метеорологи ожидают, что Николь пройдет над островами или вблизи них уже в ближайшее время. При мощности, превышающей третью категорию, он может причинить значительный ущерб в местах, где живут люди. Сезон ураганов обычно в Атлантическом океане с июня по конец ноября. В Карибском бассейне, как правило, образуются мощнейшие штормы. Между тем, в столице Бермудских островов в Гамильтоне жизнь пока течет своим чередом. Инфраструктура и здания здесь хорошо подготовлены к тому, чтобы выдерживать опасные атмосферные явления. Но все же усилившийся ветер напоминает о приближающемся урагане. Во многих ресторанах, магазинах и других учреждениях закрывают окна ставнями, чтобы уберечь стекла. Согласно прогнозам синоптиков, Николь принесет на Бермудские острова сильные дожди. Недавний ураган Мэтью обрушился на страны Карибского бассейна, а также распространился на часть юго-восточного побережья США. На Гаите его жертвами стало более тысячи человек. В программу летних Олимпийских игр может вернуться спортивная рыбалка. Об этом говорится в сообщении Международной федерации спортивного рыболовства, которая подала запрос в Международный олимпийский комитет. Однажды спортивная ловля рыбы уже была на Олимпиаде, в 1900 году в Париже. Авторы идеи ее вернуть уверены, это расширит универсальность олимпийских идей из-за популярности рыбной ловли. Пойманную рыбу обещают отпускать обратно в водоемы, а противники говорят, такие состязания могут быть сильно зависимы от удачи и случайности. Наблюдать за ними с трибуны или у экранов телевизоров будет скучно.